привет я лёша шуваев и ты начинаешь смотреть новости первых сегодня у нас итоговый выпуск а это значит что у нас будут лучшие сюжет недели и гости ждешь волнуешься я тоже но давай все делать по порядку новости на мосфильме все что ты хотел знать про пластический грим и другие технологии девушка какие у вас глаза красивые скулы выразительные сразу видно актриса первые получили первые читательские билеты и отметили всемирный день школьных библиотек сейчас я делаю книгу восточный переплетик удар гол кто стал победителем спортивно-патриотического турнира вызов во-первых на воротах надо не стоять играть мы специально в анонсе не сказали кто к нам направляется прямо сейчас я как ведущий если честно очень волнуюсь через несколько мгновений здесь появится профи легенда диктор телеведущая заслуженная артистка россии лариса вербитская больше 20 лет лариса вербитская будила и заряжала хорошим настроением всю страну она экс-ведущая программы доброе утро на первом канале работала в десятках проектах на федеральном телевидении принимала участие в экстремальных шоу форт боярд большие гонки последний герой здравствуйте лариса большое спасибо что вы пришли к нам в гости для нас это большая честь видеть вас в нашей студии здравствуйте как вы попали на телевидение все очень все очень просто конечно я не мечтал об этой профессии но так случилось я вообще хотел быть врачом и мечтала об этой профи мне 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 было все интересно я изучала медицинские книги и уже уже собственно все было решено но совсем уже в старших классах я поняла что это очень сложная профессия и побоялась что не справлюсь с эмоциями и поступила филологически а почему вы хотели пойти на медицинский у вас кто-то из родственников как-то связан с медициной алексей у меня мама медицинский работник она операционная сестра и еще маленькая девочка набрала меня несколько раз собой в операционную когда несколько меня было оставить так что на меня надевали такой белый халат маску я наблюдала за всеми вот этими чудесами которые случались под большой лампой ничего себе это было очень интересно а все-таки на телевидение как вы попали со мной в институте учился парень который подрабатывал на телевидении оператором видеоператор и в один из дней он сказал что у них конкурс на телевидении мне конечно было очень интересно огромное фойе набитая ну как говорится знаете как перед громкой премьерой молодые люди все красиво одеты и причёсанные нарядные все мечтают уже себя как говорится я я как-то выделялась на фоне всей вот этой вот молодежи это этих людей я не готовилась так специально просто вот я приехала и и у меня получилось наверное потому что я не была похожа на всех остальных а как вы попали на программу доброе утро я уже была опытным профессиональным ведущим диктором я вела самые разные программы и выпуски на мою долю даже выпал опыт ведения информационного выпуска на смерть брежнева это некролог леонида ильича брежнева правильно верно совершенно верно совершенно верно и опытные дикторы одни отказались потому что слишком это было все ответственно но у меня выбора не было меня просто вызвали сказали что вот будете вы это делать только имейте ввиду пожалуйста поскромнее и без макияжа как молодежи себя подавать на кастинге чтобы их выбирали например в моем случае это был просто конкурс на кишиневской студии телевидения а потом я уже просто зрелым профессиональным человеком ну как я показалось на советском телевидении в москве я помню этот день прекрасно шел дождь был очень холодно это был в студии программы программы время и да мы стояли камеры мне предложили прочесть выпуск новостей рассказать о себе какие-то тексты но и пола немного и все я вышла из студии это потом я уже понимала что меня смотрят во всех разных важных кабинетах на многих этажах и и и очень скоро мне сказали ну все мы вас берем приезжайте так началась моя карьера на телевидении то что сегодня называется кастингами по всей видимости это конкурсы говоря уже кажется понятным нам языком это конкурс как и любой конкурс что нужно делать на конкурсах все зависит от того какая задача перед вами стоит какой образ вам нужно сегодня замечательно замечательно просто есть узкая специализация у ведущих тогда диктор должен был быть большей части универсально на экранах мы любим смотреть не только телепередачи но и конечно кино всю эту неделю мы показывали тебе репортажи из киностудии mosfilm самое время вспомнить один из них как создаются ужастики ребята сейчас я нахожусь в музее киностудии mosfilm где на 400 квадратных метров расположено более 150 киноисторических экспонатов а что это вы тут делаете куда это вы залезли пойду-ка я отсюда а сейчас мы находимся святая святых всех телевизионщиков это зал где представленная кинотехника начиная с тридцатых годов а что это за необычные камеры это фронт проекционный аппарат для комбинированных съемок когда нужно было показать что например человек идет по пустыне или плывет под водой то для этого использовали как раз вот такие аппараты а что это за зал ну здесь тоже представлены кинокамеры причем кинокамера начиная с 30-х годов здесь представлены не только импортные камеры ну и конечно же наши отечественные которых было достаточно много в то время и вот такие две интересные камеры дружба и родина а вот камера конвас эта камера популярна до сих пор она считается неубиваемый когда снимают какие-то трюки сцены как раз эту камеру используют до сих пор кстати эта камера летал даже в космос слева от меня звукомонтажный стол именно на нем в 60-х годах сводили звук и картинку тут пленочка плейбэк так интересно все а именно эту линзу использовали в семидесятых годах чтобы снять что-нибудь крупным планом раз-два новости движения первых не работает а это зал пластического грима так а что это у нас тут слепкий лиц гоша куценко владимир меньшов николай рыбников расскажите для чего нужны эти маски маски нужны для создания пластического грима маска приклеивается на лицо актера оформляется получается такой симпатичный монстр а сколько часов требуется для создания такой маски чтобы сделать подобный образ требуется примерно 5 часов расскажите а что это у вас за черт чёрт из фильма мастер маргарита сцена бал нечисти светлая королева марго здравствуйте какой только нечисти не встретишь в музее пластического грима наша настя еще долго восторженно бродила по павильону разглядывая экспонаты девушка какие у вас глаза красивые скулы выразительные сразу видно актриса да мой маникюрчик конечно посвежее будет настя нам пора следующая остановка реквизиторский цех до завтра как вы готовились к своим например программ до программам пробам что вам помогало развивать свою речь и держать себя в тонусе вот как ведущую ну во первых конечно когда не было суфлёров для вас для нас сейчас людей которые работают в кадре это ну вообще сложно понять потому что скорость он дает суфлёры дает определенную скорость общения подачи информации это конечно совершенно новое время и новая эпоха но дикторы которые работали раньше без суфлёров они они владели информацией они они знали свой текст прекрасно они умели читать с листа они были супер профессионалами то есть для них не было чего-то невозможного они могла не умели все и вести новости и программу время и голубые огоньки в прямом эфире вот расскажите вы проработали более 20 лет на одной передаче почти 30 тем более как вы не уставали а кто-то сказал что я не уставала у меня был очень сложный эфир конечно они начинались вчера заканчивали завтра потому что программа страна большая доброе утро у нас сначала на дальнем востоке сибирь урал и так далее там это всегда были прямые эфиры я вам расскажу это орбиты это разные орбиты спутник передвигался и сигнал перекрывал ту или иную территорию конечно первые эфир был в девять десять вечера дальше выпуски шли в запись и потом следующий уже утренний выпуск он шел на москву на европейскую часть территории страны это это 6 утра 7 утра работать в одной программе это вообще я считаю очень очень почетно лариса подскажите пожалуйста что вы можете посоветовать мне как ведущему который относительно недавно стал ведущим в общем совет новичку что вы можете сказать первые не обольщаться порой я вот знаете наблюдаю появляются новые программы новые лица симпатичные вроде бы приятные после первого второго эфира ведущий на эти теряет голову он понимает что он уже прямо вот чувствует себя его звездой и его он распухает от собственной значимости и порой допускает какие-то очень ну просто теряет человеческое лицо самое главное это искренность и телезрители он ее чувствует ведь как мы раньше понимали что есть контакт с телезрителем не было эсэмэсок не было рейтингов так называемых каких-то там процентов и прочее но приходили письма от телезрителей был специальный отдел писем на на гостелерадио их сортировали и приносили просто вот ну каждую неделю там мешок писем кому больше кому меньше этих писем и еще конечно же много читать и быть в курсе всех новостей всех новинок чтобы самому быть интересным телезрителем они целиком и полностью надеяться на редакторов чтобы стать успешным в любой профессии обязательно надо много читать на этой неделе был всемирный день школьной библиотеки первые получили свои первые читательские билеты смотрим 23 октября отмечается всемирный день школьных библиотек и конечно же движение не могло пройти мимо этого события сегодня ребятам будут вручены их первые читательские билеты в главной детской библиотеке страны учение свет а библиотека вечно светящий фонарь именно поэтому в этот день в каждый из них проходят обучающие семинары и мастер-классы привет расскажи пожалуйста чем ты занимаешься привет сейчас я делаю книгу в восточном переплете который используется в китае и в японии сейчас я складываю листочки чтобы сделать из них страницы всего книги должно быть где-то 20 страниц самая настоящая книжка получится у ребят на мастер-классе помимо этого ребятам из движения провели экскурсию по самой большой детской библиотеке в мире показали тематические залы и многие ушли не с пустыми руками саш привет ну что ты выбрала себе книгу да я выбрала себе книгу она называется калета от холи веб а почему ты выбрала именно ее потому что мне понравилась очень обложка и мне кажется она будет интересным кульминации мероприятия стало вручение первых читательских билетов каждому школьнику ты тоже можешь прийти в любую библиотеку с родителями предъявить паспорт и получить свой билет вверх в нашей библиотеке можно пройти профориентацию пройти тесты наши психологи специалисты дадут свои рекомендации потом у нас проходит очень интересные для подростков школьников квесты для десятых и одиннадцатых классов на каждой станции наши сотрудники рассказывают про разные профессии важно много читать что потом хорошо говорить хорошо писать анализировать информацию которую ты в течение жизни будешь получать вообще чтение это увлекательное путешествие если привыкнуть к чтению ты никогда не будешь скучать здесь абсолютно каждый может найти себе книгу по душе как сделала я пойду оформлять читательский билет лариса подскажите пожалуйста сейчас в эпоху интернета люди через комментарии узнают хорошее их видео или плохое а как вы узнавали о том насколько оценивать вашу работу правильно вы делаете или нет это был худсовет худсовет из самых уважаемых персон на телевидении у нас был специальный отдел который следил за ударениями в эфире и если кто-то делал неправильное ударение его лишали премии его наказывали он его фамилию вывешивали на доске как говорит с позора в дикторской поэтому все было очень строго расскажите пожалуйста какие-нибудь забавные у вас случая случались на программе доброе утро ну конечно случались можете рассказать эфиры были прямые а каждый эфир он был непредсказуем сами понимаете это и новый герой нового и новые темы и все же зависело от настроения человека который оказывался перед вами в студии мне приходилось например танцевать с медведем был у меня случаясь да да с конечно с сопровождение дрессировщика но все равно это был опыт экстремальный согласитесь у меня например в студию однажды привели в принесли ворону дрессированную ворону она умела считать там как-то на счетах прибавлять отнимать что-то там она делала страшная роль досталась мне потому что мне в руку насыпали живых червей то есть мне нужно было подкармливать задавривать эту ворону вот этими вот живыми существами которые стали выползать у меня из ладони это было самое страшное я конечно не знал когда этот эфир закончится но ведь вот поэтому проговаривать нужно до мелочей все самые неожиданные вещи которые могут случиться прямом эфире как правильно брать интервью и как правильно расположить к себе гостя конечно нужен контакт и один из моих секретов знаете я я просто влюблялась своего собеседника он был для меня самым-самым родным единственным вот на то время пока я с ним общаюсь сейчас скажу как во взрослых новостях переходим к спорту в москве состоялся финал спортивно-патриотического турнира вызов кто стал чемпионом передаю слово своему коллеги артему всем привет сессии еще не скоро поэтому мы на благотворительном турнире вызов среди студентов каждая из двенадцати команд взяла себе имя города воинской славы например белгород курс воронеж а участники студенты магистранты и аспиранты вузов москвы я представляю университет росноу когда поступил сюда узнал что здесь существует такая команда решил попробовать так как занимался футболом на протяжении 14 лет а тренировки не мешают учебе нет не мешает я у меня получается это совмещать наоборот после тренировки приходишь у тебя есть энергия на все и на сдачу экзаменов и для посещения знакомься даниил капитан команды зов футбол его привел отец он выпускник университета синергия у него диплом спортивного менеджера быть первым везде и всегда почему ты выбрал именно футбол с детства я постоянно был с мячом даже иногда спал с этим мячом и футбол у меня у меня отец играл не на высоком конечно уровне на любительском но я постоянно с ним ездил на игры в основном пенальти с команде а посоветуйте как правильно бить пенальти выбираешь угол и до начала удар и бьешь просто в этот угол в этом лотерея ребята молодцы подошли очень ответственно действительно был накал страстей казалось бы ребята студенты да но у них есть такая возможность в студенческое время принять участие в такому великолепном турнире в турнире памяти вот такой турнир который объединяет и спортивную составляющую историческую он бесценен саид приехал на турнир из краснодарского края настроение ему омрачает только погода для него в москве слишком холодно но общая атмосфера турнира компенсирует дискомфорт турнир прекрасные все студенты видно что навык обученный имеют какую-то либо футбольную школу конкурентоспособные все отличный турнир на этом турнире встретил уже много своих друзей с которыми играл раньше там каких-то других командах ты стоишь на воротах тебе пробивали пенальти как и сделать так чтобы ты их не пропустил во первых на воротах надо не стоять играть это и помогает на самом деле отбить конечно же мы планируем сделать этот турнир ежегодным привлекать все больше и больше количество участников студентов к нашему мероприятию ну и конечно же будут у нас еще различные турниры которых мы обязательно расскажем вам попозже и вас туда обязательно пригласим финальная игра была напряженной участникам пришлось выложиться по полной и показать мастерство победила команда московского государственного университета технологий и управления имени разумовского эмоции самые поскатительные положительные эмоции просто вышли свою игру поиграли вот и выиграли первый турнир вызов подошел концу желаем всем студентам удачной сессии надеемся что в следующем году участников будет еще больше расскажите о каких нибудь предметах и школы какие предметы и школы вам понадобились в освоении вашей профессии а вы знаете ничего лишнего не бывало не было ничего лишнего я заканчивала английскую школу и и навыки языковые мне очень пригодились гостями которые приходили в студию и не владели русским языком вот что происходило стране сам самая интересная но был у нас на в программе другое утро мне помогло в результате все и то что я увлекалась спортом юности легкой атлетикой и прыжками в воду и подводным плаванием и легкой акробатикой в общем мне это все очень помогло телевизионному ведущему нужно быть человеком достаточно здоровым потому что профессия на она такая экстремальная это и разный и разное время вы не работаете с там с 6 до восьми с 8 утра до 6 вечера потом у вас суббота воскресенье выходной вовсе нет у ведущих как и у актеров праздники какие-то там это рабочие дни да безусловно у нас многие ребята из движения первых очень хотят связать свою жизнь с медиа можете пожалуйста им передать привет и сказать напутственные слова я с большой радостью сейчас приветствую всех молодых людей которые хотят связать свою жизнь с медиа потому что это необыкновенно интересная яркая профессия вы всегда будете находиться в центре событий страны жизни вам вам будет просто интересно жить и ваша профессия вретет иной смысл вы будете частью вот этого процесса который который называется очень просто казалось бы но очень интересно очень сложно жизнь большое вам спасибо лариса что пришли в нашу студию мы очень рады были вас видеть спасибо вам за приглашение на этом все кстати сегодня в стране отмечают день бабушек и дедушек я вот отправлюсь поздравлять своих прямо сейчас а ты свои видео открытки плавить через пару секунд это были новости первых и лёша шуваев хочу поздравить всех бабушек и дедушек с праздником и выразить им огромную благодарность бабушки и дедушки они как пуговицы на них держится вся семья в доме как хорошо иметь бабулю и самого лучшего в мире дедулю мы желаем им добра любви здоровья желаем счастья здоровья любви спасибо вам за заботу о нас внуков желаю вам побольше счастья крепкого здоровья желаю здоровья и счастья нету бабушки родней поцелуй ее скорее всего хорошего всего хорошего у тебя всегда было отличное настроение чтобы сердечко было согрето любовью и приятными воспоминаниями мы будем с вами всегда в трудную минуту спасибо за то что вы создали такую большую и дружную семью дорогие мои любимые я поздравляю вас с праздником вы нашли мой близкий родственник и незаменимые опоры в жизни поздравляю вас дорогие бабушки и дедушки оставайтесь такими же яркими и светлыми людьми пусть ваши внуки радуют вас своим вниманием и заботой мы вас всех очень любим спасибо вам за терпение труд и мудрость я тебя очень очень сильно люблю бабушка с праздником тебя с праздником наши дорогие и мы вас любим с праздником